Развивайте своё дело вместе с любимым каналом. Афганка Рыбия Джамал с 2010 года работает на компанию GAAC из Объединённых Арабских Эмиратов, которая занимается обеспечением безопасности в аэропорту Кабула. После теракта унесшего жизни более 200 человек, Рыбия боялась остаться без работы, но приняла трудные для себя решения – вернуться на службу в аэропорт. Поскольку 35-летняя мать троих детей не видит другого выхода. Мне нужны деньги, чтобы кормить семью. Нахождение дома вызывает у меня большой стресс. На работе я чувствую себя лучше. Сестра Рыбии, 49-летняя Кутия Джамал, признаётся, что была очень напугана тем, что Талибан пришёл к власти. Родственники уговаривали меня остаться дома и не возвращаться к работе, но я единственная кормилица в семье, поэтому я вернулась. Сейчас я счастлива и спокойна, и не вижу для себя никаких проблем. Из 80 женщин, работавших в аэропорту Кабула до взятия города талибами, на работу решили вернуться только 12. Шестеро из них стоят у входа и досматривают около сканера женщин – пассажирок внутренних рейсов, передаёт Islam News со ссылкой на Arab News. Международная общественность была обеспокоена тем, что новое правительство Афганистана может сильно ограничить права женщин. Представители Талибан, в свою очередь, заверяли, что предоставят женщинам доступ к работе и образованию в соответствии с принципами ислама. С точки зрения ислама нет никаких запретов к трудовой деятельности женщины, с условием, что она будет исполнять свои религиозные предписания. В одном из хадисов говорится, если тот из вас, кто нуждается, возьмёт верёвку, пойдёт в горы и, набрав там хвороста, продаст его, то для него это будет лучше, чем просить милостыню. В хадисе не проводится никакого разделения между мужчинами и женщинами. Но в сущности, зарабатывать средства существования и обеспечивать свою семью обязан мужчина. Кроме тех случаев, когда женщина вынуждена самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.